В взятом матче могут набрать и 25, и даже 30 очков. Затягивается эта атака Пармы. Хэмилтон на Хэма и мяч в форме. И в прошлом сезоне тоже был одним из ключевых баскетболистов, помог армейцам завоевать чемпионство. Армейцы не верили, что Захаров успеет расстаться с мячом, но в итоге эти два очка защиты. Хорошая защита. Он выбивает мяч без нарушения правил. И не менее потрясающий. Джекири того не пускает внутрь, а вот сейчас у Хэма есть преимущество под кольцом. По крайней мере, было несколько секунд, но 3 из 5. У гостей 4 из 8 забили хозяева. При том, что у Пармы на старте этого сезона были проблемы с трехочковыми. Сегодня у него уже 6 бросков, но лишь дважды он цель поразил. Ильницкий выиграл бросок издаля. Не точно от Каспер Уэра. Хэмилтон бежит в быстрый отрыв и набирает 2. Особенно учитывая, как активно Каспер Уэр сейчас обронялся. И вот снова нет свиска. Вроде бы было касание. 17-9 во второй четверти в пользу ЦСКА. Хэмилтон. Хорошая передача под кольцо. Но они обороты. И в первую очередь это касается защиты. Потому что ЦСКА лучшая обороняющаяся команда. До оценки соперника речи не шло. Прекрасно понимали, что матч не будет простым. Поэтому, конечно, армейцы сегодня... Марма добирается до сотни. Две с половиной минуты позади. Три с половиной. Захаровым, кстати, в ромаше. Но пока что свой прессов в начале этого чемпионата поправить не может. Алекс Хэмилтон. Пас не проходит. Но у Барны сейчас не получается убежать быстро отрыв. Зато удается найти Александра. Практически на протяжении всего сегодняшнего матча они гораздо быстрее собирают фолы, чем соперники. Удивительно, что процент приближается практически к 50. Хэмилтон. Его бросок издали тоже точно. Проект армейцев. И выступала за фармкоманду в Суперлиге, где была настоящим лидером. Но опять же в большинстве матчей этого... Продолжение следует...